Особое мнение на 101FM Огораживать, обустраивать мир вокруг себя Делать мир окружающий радостнее, теплее, дружелюбнее и так далее И повод у нас конкретно для сегодняшней беседы заключается в следующем Фонд Вятская Соборность Ну, кстати, я полностью произнесу название организации, которую вы возглавляете Это фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества Совершенно верно, да Во-первых, вы победили в конкурсе президентских грантов Это первая волна, так называемая, президентских грантов В 2018 году Ну, справедливости надо сказать, что в Кировской области почти два десятка НКО выиграли эти гранты Вы в числе победителей И, во-вторых, прям вот-вот стартует большой проект под названием Добрые дела доброму городу Это конкурс мини-грантов И как раз-таки сегодня в 13 часов в обществе знания в нашем Вы будете проводить семинары для активных горожан, которые желают поучаствовать во всем этом Да, совершенно верно И у нас есть полчаса с небольшим для того, чтобы нашим слушателям рассказать И поделиться с ними вот этой такой практической информацией Ну, давайте начнем Эти две новости, они связаны между собой? Победа в конкурсе президентских грантов и старт как раз-таки конкурса мини-проект? Ну, наверное, всегда связан любой проект Потому что и один, и другой проект Потому что один мы подавали на президентские гранты, другой мы подавали на конкурс поддержки местных инициатив «Время Созидателя» Это городской конкурс номинации «Гражданская инициатива» И наш как раз фонд, он специализируется на мини-грантах Мы обучались и в Нижнем Новгороде А давайте сразу скажем, мини-грант это сколько? От тысячи до двадцати тысяч Максимум двадцать тысяч Да, и вы знаете, что я хочу сказать? Вот как показывает опыт, что иногда люди вот за мини-грант делают большее Нежели когда вот они видят большие деньги и не знают, что же еще вот прикупить Иногда надо, не надо, они думают, ну раз дали 150, надо же их заполнить И вы знаете, вот самое главное условие мини-грантов, это первое Что не нужно юридического лица То есть любой инициативный гражданин, любая инициативная группа ТОС, общественная организация, некоммерческая организация Они могут подать вот на этот конкурс мини-грантов Главное, чтобы у тебя была какая-то мечта Вот мы обычно Сейчас мы, конечно, конкретизируем, что за мечты могут исполниться благодаря этим небольшим грантам Обычно люди говорят, что мы пишем проекты, чтобы решить ту или иную проблему Но есть проблема, которую надо решить, да? А есть еще мечта, которую я хочу реализовать Например, провести какую-то акцию, которую вот я давно мечтала это сделать Вот у нас был очень хороший пример Например, маленький мини-грант назывался «12 стульев» Мальчишки в радиотехнической школе-мастерской, у них была такая благотворительная мастерская Они взяли 12 сломанных стульев, их отшкурили, их покрасили на небольшую сумму Купили красивый материал, обивку, они сделали и подарили новую жизнь этим стульям Весь проект стоил порядка 3000 рублей Только на ткань, на морилку и на шкурку Вот все То есть представляете, какой эффект при малых затратах мы получаем большой социальный эффект Либо, например, у нас был проект «Поклонимся великим тем годам» Это бессмертный полк в отдельно взятом микрорайоне, у нас на ДСК в частности, где проживает на сегодняшний день уже более 10 тысяч человек И не все пожилые люди могут прийти на театральную площадь и пройти бессмертным полком Но у каждого в семье есть свой герой Поэтому в сквере мира, который есть в нашем микрорайоне, проводится в партнерстве с детскими садами, со школой, проводится митинг Затем люди проходят по всему микрорайону бессмертным полком вместе с общественными организациями афганцев Значит, боевая армейская каша и концерт силами своих же талантливых детей этого микрорайона Вот вы не поверите, весь этот проект стоил 15 тысяч рублей Только на баннеры, на изготовление штендеров с изображением близких людей И это не только 9 мая, это еще свеча памяти 22 июня, это еще День мира 1 сентября То есть, понимаете, вот такой целый цикл за 15 тысяч рублей Когда люди соизмеряют свои возможности, и они вот решили осуществить вот свою мечту И сделать вот такой бессмертный полк в своем микрорайоне Это что касается мечты Второе преимущество мини-грантов, это то, что здесь не нужно никакой денежный вклад Обычно в каждом конкурсе есть процент Есть 30 процентов, есть 25 процентов, не менее кого-то, не менее чего-то И нужно обязательно это показать в данном случае Здесь оценивается наличие партнеров Партнерских, значит, вот вы помогаете мне, например, осветить мероприятия Информационный партнер, да, потому что вы помогли То есть, здесь не надо никаких дополнительных усилий или средств Поэтому для тех, кто желает сделать первый шаг Для тех, кто, может быть, еще не верит в себя, что у него что-то получится Для тех, кто слышит слово проект, и оно его пугает Как когда-то пугало меня в 96-м году, но я вынуждена была Вот когда вы начинали эту работу Да, да, я просто вынуждена была Потому что тогда бюджет моего калейдоскопа был 300 рублей Это купить один замок и повесить раз и навсегда на это учреждение Поэтому, вот, наверное, это заставило А теперь вы правильно сказали Вот эти инициативные люди, у них появляется зуд Некий такой НКОшника Им надо обязательно писать Им надо обязательно что-то воплощать Потому что они реализуют свои вот эти вот мечты, желания И когда они видят, что то, что они сделали Это действительно красиво, это действительно комфортно Это действительно они помогли какой-то определенной категории людей Человек вот испытывает, знаете, вот такую радость И я всегда привожу примеры Сегодня буду говорить с нашим слушателем Он заработал ту маленькую луковку добра Которая, может быть, вот перевесит вот эти вот весы добра и зла В сторону добра Поэтому каждому человеку дана возможность Сделать первый шаг, поучаствовать в этом конкурсе А это хороший старт Старт к городскому конкурсу Старт к областному ППМИ Старт к федеральным конкурсам Православная инициатива, активное поколение Президентские гранты Вот самое главное, не бояться сделать этот первый шаг Но мне хотелось, чтобы мы, вы, вернее, еще поподробнее рассказали Что за желания, что за мечты можно реализовать Благодаря конкурсу этих мини-грантов Чтобы слушателям было понятно Вот спектр, собственно Наверное, на Луну полететь, мечту такую не осуществить Вот проведение организации Да, самое главное Вот у нас пять направлений Пять направлений в мини-грантах Это культурно-досуговое Спортивно-оздоровительное Информационное Гражданско-патриотическое То есть любой человек Духовно-нравственное Духовно-нравственное, прошу прощения То есть каждый человек в этом направлении думает Ага, что бы я хотел вот в этом направлении сделать Например, информационное А что если мы сделаем красивые баннеры по всему городу Которые бы сегодня прославили активных людей Красиво, красиво Такие микропроекты мы делали Они не затратные Но люди идут и видят Что они не одиноки Что в городе есть вот такие красивые энергичные люди Это не обязательно должны быть какие-то герои труда Абсолютно нет Это могут быть герои Которые обустроили свой двор Это могут быть герои Территориального общественного самоуправления Которые провели праздник своего двора Которые сегодня, как на КМДК, помогают погорельцам Это те обыкновенные люди Которые каждый день делают маленькое, но чудо И вот, например, если мы берем любое это направление Кому-то для полного счастья Не хватает облагородить памятник Купить краску И места захоронений Либо мемориальных досок Обустроить в городе Потому что конкурс называется Добрые дела доброму городу И мы делаем акцент именно на город Что вот с этими маленькими вкраплениями Вот в целом будет атмосфера добра в городе улучшаться Поэтому городские баннеры Может быть городская информация Может быть городская викторина Знаем ли мы свой город Может быть городские пешие экскурсии Которые, может быть, по тем улочкам Может быть, по тем микрорайонам Может быть, по тем дворам Которые обустроены силами самих жителей Мы знаем исторические места Но мы иногда не знаем У нас очень много сельских поселений в городе Входящих в областной центр Конечно, это сегодня муниципальное образование Город Киров Как важно сегодня поднять престиж Вот этой окраины Вот, а у них есть свои изюминки И вот ко мне уже обращались за консультацией Когда хотят именно написать Такой проект Изюминки вятских окраин Это ведь тоже хорошо А в чем суть? Интересно Ну не могу сказать Не могу Это авторское право Просто консультирование Это сегодня Как найти те точки Как вы говорите Опоры В каждом населенном пункте Вот это ведь может быть Какая-то историческая местность Это может быть Какая-то легенда Связанная с этим местом Чтобы вот эту привлекательность Вот к этому населенному пункту Да, чтобы интерес к нему Возбудить у народа Вот я всегда привожу пример Город Мышкин Это в какой губернии? Это вот мы Когда путешествовали По Москва-реке Волги И мы остановились Углич, Мышкин Вот в этом направлении Вы представляете Маленький задрожистый городишко Деревянные покосившиеся домики Прайцентр? Да, я даже не знаю К какой категории Это отнести И вы представляете Что делают местные жители Они значит придумывают Такую легенду Что вот под этим дубом Вот спал якобы князь Уснул Мышкин? Нет, нет, нет Князь Дородный, хороший С благородной фамилией Ползла змея Хотела ужалить князя Но тут бежала мышка Хвостиком вильнула Князь проснулся И да здравствует мышь Понимаете? И отсюда пошли жители города И пошел музей мыши И шлют в этот музей Мы туда зашли Представляете На кнопках рисунки Со всей России Там дети посылают Местные жители делают Сувениры с мышками Значит мышка везде Когда мы недавно были В этом городе Мышкине Вы представляете Это такая теперь Благородная губерния Это сколько история Продолжается у них там С раскручиванием мыши Сейчас скажу Это был 2005 год Когда мы первый раз Посетили этот город Поэтому любой населенный пункт Ведь есть история этого села Есть какие-то исторические Знаковые события Ведь Вятки сколько лет И город наш такой древний Да относительно Других может быть Древнерусских городов Поэтому Нужно искать вот эти Изюминки Привлекательности Своего населенного пункта Чтобы и молодежь не уезжала Чтобы молодежь Вкладывала туда Свои силы Есть мечта Например Поставить поклонный крест Вот сейчас очень много Обсуждается насчет Памятника царской семье Общественное слушание Общественное слушание Да Вы понимаете То есть здесь Ко всему нужно тоже Подходить разумно Если царская чета Проезжала через наш город Может быть уместно Поставить На Вятском районе Там где останавливалась Царская семья То есть здесь Надо очень разумно Посмотреть И сделать Такое Может быть Это праздник Может быть Это акция Может быть Это такая Глобальная Может быть Даже с помощью СМИ Глобальная акция Которая Городской флешмоб Поддержки Кого-то Чего-то Да То есть Нужен обязательно Социальный паспорт Посмотреть Кто в этом нуждается Если мы делаем Определенную Социальную акцию Поэтому Вот эти вот Мини-гранты Например Сегодня Мы очень нуждаемся Первые наши ТОСовцы Они только-только Осваивают Краудфандинг Наталья Алексеевна Давайте мы Эту тему Очень важную И обширную После небольшой паузы Продолжим Прервемся Я напомню Что мы беседуем С Натальей Катаевой Президентом Фонда Поддержки Общественных инициатив Местного сообщества Вятская соборность Буквально полминуты И продолжим Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию И наш разговор Продолжается Кстати Наталья Алексеевна Я перед тем Как задать Следующий вопрос И продолжить тему Уже поднятую вами ТОС Краудфандинг Я хочу напомнить Нашим слушателям Что на нашем сайте Кирова.ру Есть не то чтобы Ноу-хау Но в общем-то Такое новшество Надеюсь что полезное Я имею ввиду Расшифровки Особых мнений Которые выходят У нас ежедневно По будням С 13.05 Расшифровка То есть это Текстовый вариант Той аудиозаписи Которую мы Делаем в это время Не секрет Что большинство Информации Человек получает Благодаря зрению И собственно Вот чтение Озвученное В нашей студии Информации Зачастую Обрастает Такими дополнительными Эмоциями Подробностями И лучше усваивается Зачастую Так что пожалуйста Добро пожаловать На сайтах Кирова.ру Ищите особое мнение И выбирайте Далее читать Смотреть Либо слушать Эту программу Итак ТОС Краунфандинг Это Ну простым Межиком выражаясь Это сбор Средств Да через интернет Через сеть Да через сеть Через сеть Вот поэтому Есть несколько платформ Есть планета Ру И вот мы Недавно проходили Обучение в Перми И выступал как раз Директор Этой платформы И рассказывал Что супер Интересный Проект Города Кирова Чепецка Мы так сразу Напряглись Все таки Наша сторонка Это когда Инициативные жители Через систему интернет Собрали деньги И установили Светофор На том месте Где было очень много Аварий Подождите Этим же заниматься Должна местная власть Она должна Анализировать Совершенно верно Где находятся Эти точки Повышенной концентрации ДТП Иногда очень часто Мы получаем ответ Что к великому сожалению В бюджете денег нет Или есть Но их недостаточно Для того Чтобы воплотилась Эта мечта Почему бы нет ТОС как партнеры власти По 131 закону Это участие населения В местном самоуправлении Это ведь не то Что самодеятельность Я пошел И поставил Светофор Это куча согласований Поэтому Когда сегодня Соединяются Интересы Власти Может быть Социально ответственного Бизнеса И как раз Территориального Общественного самоуправления Как раз и получаются Вот те проекты Которые Сегодня общественность Может через краудфандинг Собрать деньги У бюджета есть Вернее у власти Есть ограниченный Но тем не менее Бюджет Это тоже ресурс Но и социально ответственный Бизнес Я считаю Что не должны перевестись На вятки меценаты Тоже они вкладываются В определенное Такое большое Глобальное дело Которое Важно для города Поэтому Вот это вот Все надо вырастить И мы на своем сайте Тоже Вятская соборность Точка РФ Мы даем Такую возможность И вот тоже хотим Здесь обращались К нам С таким мини-грантом Вот Сегодня сделать Такую мини-платформу Чтобы ТОСы Или те Кто заявится На мини-грант Они могли тоже Выкладывать Свои проекты Вот И получать Еще собирать Через них Собирать тоже Средства на свой проект Это во-первых У нас так делали дети Даже в проектной школе Доброе дело Старшеклассники И недавно Мы открыли наш проект А вот где я живу Красивые баннеры В микрорайоне Домостроитель Дети разработали проект И через краудфандинг Собирали деньги Помог наш депутат Федор Николаевич Киселев И помогли местные жители То есть вот такие проекты Они сегодня тоже Заслуживают внимания Поэтому Разные формы Вы знаете Вот недавно я услышала Еще одно такое слово Которое тоже я услышала Первый раз Как и краудфандинг Шеринг Шеринг Да Это обмен Обмен Это обмен Между тосами Вот есть такая Замечательная программа Банк времени Когда например Я могу поделиться Это обмен Чем-либо Временем Или ресурсами Например Я высаживаю Бархатцы Я готова поделиться Бархатцами Да Но в моем дворе Живут все пенсионеры Которые не могут Даже эту же черную Землю Например Раскидать Вот Есть в другом дворе Волонтеры Подростки Которые пришли Здесь помогли А мы им Подарили этому двору Бархатцы Вот это тоже новое Которое мы должны внедрять Вот каждый год Каждый год Ну это же хороший башнабаш Это полезный башнабаш Потому что Каждый год Выкидывается море вещей Каждый год Выкидывается море продуктов Вот я проезжаю В четверг Вижу как Около На углу У Трифонового монастыря Кормят там Бездомных И я думаю А сколько еды Остается в ресторанах Сколько остается В столовых Вот не то что Не доедают из тарелок Да Но может где-то осталось То есть Вот это вот Так сказать Живая переработка Это отдать кому-то Это вот потребность Должна быть Очень часто Мы собираем вещи И игрушки И не знаем потом куда Это все потому Что мы не изучаем Целевую аудиторию Даже ТОСы Не всегда ведут Свой социальный паспорт Знаете Вот ТОСы иногда Воспринимают свою миссию Только обустроить территорию В своем доме Забывая о том Что это маленькая мэрия Социальный паспорт ТОС Это Социальный паспорт дома Кто проживает Может быть Малообеспеченная семья Может быть Многодетная семья Может быть Инвалид Который за стенкой Или одинокая мама Одинокая мама Понимаете То есть мы иногда Вот я все время привожу пример Я пришла однажды К одной женщине У нее ребенок сидит И на овощном ящике Готовит уроки А я не знаю Куда мне старый стул деть То есть когда мы знаем Как проживают наши соседи Мы тогда можем делиться И одеждой И мебелью Кому-то в сад Что-то отдать Провести ярмарку Нужных Ненужных вещей Которые заполоняют нас Все Поэтому если сегодня Такие ревизии провести А кому-то они необходимы И поэтому Вот эти вот Мини-проекты И вот деятельность ТОС Она не должна Ограничиваться Только благоустройством Хотя это первоначальный этап Мы хотим обустроить Ту территорию Где мы проживаем А затем Мы продолжаем жить У нас во дворе Проводятся праздники У нас во дворе живут Люди, которые Например, семья Прожили там 25 лет 50 лет Есть старожилы Которым за 100 лет А ведь у нас в июле Большие праздники У нас в июле День семьи, любви и верности Восьмой Когда ТОС Может почестовать Эту семью У нас 24 июля Праздник православной бабушки В честь княгини Ольги Когда мы можем Вот мы Был у нас такой проект Эссе о бабушках Когда внуки Писали о своих Любимых бабушках Мы это все Опубликовали в газете Наш город А потом В кинотеатре смена Мы награждали Эти семьи Как раз На бесплатное посещение Премьерных фильмов Бабушек и внуков То есть это тоже Очень интересный Такой был проект 28 июля День крещения Руси Да Фактически Это день рождения Руси И вот может быть К этому дню Приурочить Тоже какие-то знаковые мероприятия Знаковые Вот маленькие Такие добрые дела Для родного города Может быть Это будет Знаете Вот Кстати по поводу Крещения Руси В этом году Если не ошибаюсь Там круглые даты 1030 лет А вот Да Мы так вспомним Вот есть повод В августе Очень много Очень много Профессиональных праздников И день железнодорожников Да И день строителей То есть Это те профессиональные праздники Где микрорайоны целые Можно провести И почествовать людей Сказать им спасибо Поэтому Вот такие мероприятия Это вот в рамках Мини-грантов И еще раз Хочу обратить внимание На территориальное Общественное самоуправление Что если наша мечта Вкрутить лампочку В подъезде Мы ее вкрутили И она горит Определенный момент Да То сможет и эту миссию Никто его не заставляет Жить очень-очень долго Да Но если то С рассматривает себя Как действительно Как во Франции Квартальная мэрия И если мы действительно Ко мне пришел один мужчина Говорит Вот власть такая сяка Она нам не помогает Я говорю Слушай Давай ты будешь мэром дома Сколько у вас О у нас девятиэтажка Ну супер Он ушел довольный Через неделю он пришел И сказал Да и одному другому Этому надо площадку Этому надо автостоянку Этим это И все ко мне Понимаете То есть когда человек Берет на себя ответственность А руководитель ТОС Он берет ответственность За свой дом Даже за свой подъезд Даже за ту территорию проживания Вот Он должен быть готов к тому Что всегда найдутся люди Которые скажут спасибо И прививка Он всегда должен быть готов к тому Что будут недовольные Которые скажут Ты взял на себя Ты вот и делай А я вот это не буду Ты у нас председатель Хотя Наш город Один из немногих А может быть единственный Где территориальное Общественное самоуправление Органы ТОС Не получают заработную плату Потому что они работают В рамках полномочий своих Самостоятельно И под свою ответственность Поэтому Это не прикормленные Властью Вот люди Это сегодня Те жители Которые действительно Хотели бы что-то изменить На своей территории Толя Алексеевна У нас сейчас будет небольшая реклама И перед тем Как мы ее Выпустим Давайте все-таки Озвучим некоторые выходные данные Где можно узнать Всю подробную информацию На сайте Вятской соборности РФ Безусловно фонда До какого числа Принимаются заявки На мини-гранты Как они будут оцениваться Когда будут результаты Известны Давайте вот Для тех Кто сейчас расшевелился Наших слушателей Кто зажегся Идеи воплотить Свою мечту заветную Пожалуйста Ну сразу хочу сказать Что сегодня В 13 часов В обществе знания Состоится семинар Где более подробно Мы будем рассказывать О приоритетах Этого конкурса Об условиях Но те кто не сможет Его посетить Сразу хочу сказать Что заявки подаются До 25 июня Буквально 10 дней есть Да На электронную почту Фонд ВС Собака Лиз Точка Ру Или Все выходные данные Можете посмотреть На сайте Вятская соборность Точка РФ Значит подаются В электронном виде И в печатном Приносится Улица Орловская 52 Кабинет 10 Это первое Значит Экспертный совет Работает Очень Он состоит Из некоммерческого Сектора Сразу говорю Что там Нет представителей Власти Значит Оцениваем Мы результаты И 29 До 29 Мы уже Объявляем победителей Июня Июня Да Это все Очень быстро Чтобы мы Мы могли Поработать Июль Август И проект Реализуется До 30 Сентября Всю отчетность Нужно сдать До 10 Октября Сразу хочу сказать Пусть люди Не бояться Отчетность Отчетность Очень простая Почему Потому что Это нужно будет Только выписать счет Например Проводите ли вы Проект Олимпийцы ТОС Собрали несколько дворов Проводите свою Олимпиаду Проводите свой Чемпионат Это спортивно-оздоровительное Управление Да Вы выписываете счет На спортинвентарь Вы приносите Фонд оплачивает Вы приносите Только те документы Которые вам Дали Вот на накладной Или Значит Документы Подтверждающие Ваши расходы Да Все То есть И единственное Что вы должны После реализации Этого проекта Обязательно Либо рассказать В СМИ Либо Написать об этом Чтобы люди знали Что ваше маленькое Доброе дело Оно большое Глобальное Для города Поэтому Вот творческий отчет Мы просим Чтобы это было Обязательно опубликовано И потому что Иногда люди приносят Такие замечательные Фотографии Такие замечательные Текстовые материалы Но они не должны Пылиться вот в папках Они должны стать Достоянием сегодня Всего города Поэтому Вот такая Упрощенная система Мини-грантов Сразу хочу сказать Что она Впервые проводится При поддержке Администрации Города Это субсидии Администрации Это бюджетные средства Поэтому И требования Это такие очень Мы на руки Никому деньги не выдаем И не бегаем потом Вот забыли мы уточнить Этот важный момент Это все-таки Городской бюджет Конечно Конечно Это в рамках Городского конкурса Время Созидателя А общая сумма Общая сумма 500 тысяч рублей Полмиллиона Да 460 тысяч Идет на поддержку Инициатив И 40 тысяч Это на Обработку И публикацию Лучших практик То есть мы делаем Такой знаковый Для города Сборник Лучших практик Наших ТОС И некоммерческих Организаций Который мы Кстати Будем презентовать И в Литве В рамках нашей Научной конференции Вот в рамках Общественной дипломатии Того гранта Который вот мы выиграли Как президентский грант Потому что Участие в октябре месяце Это будут Лучшие творческие коллективы Общин нашего города И конечно же Это представление Лучших практик Как с научной стороны Так и с практической На конференции В городе Паланги Вот это уже история Которую мы оставим После рекламы Рассказать У нас будет еще 10 минут Наталья Катаева Президент фонда Советская соборность Именно с ней мы беседуем Перерыв Продолжаем нашу беседу Наталья Катаева Президент фонда поддержки Общественных инициатив Местного сообщества Вот мы уже и перешли К второму информационному поводу Да О котором я говорил В самом начале Это победа в конкурсе Президентских грантов С проектом Общественная дипломатия Почему Литва Кстати Вот я когда читал Эту информацию Почему именно С этой прибалтийской страной Связка Вы знаете Наверное Это не случайно Потому что Именно с Литвой Нас связывают 30-летние научные связи В 89-м году Был такой широкомасштабный Эксперимент Советского Союза Школа Микрорайон И вот от города Кирова Наш клуб Калейдоскоп Был экспериментальной площадкой Которую вы возглавляли Напомню А в Литве Как раз Была школа Одна Экспериментальная И при школе Был приход Католический Который Как раз При своем Костеле Открыл Детский дом И воспитал 137 неблагополучных Детей И дали им Образование И дальнейшую путевку В жизнь Поэтому Наши научные Дружеские отношения Продолжаются На протяжении 30 лет И вот Ирана Юрговна Лилюгеня Профессор Кауновского университета Она постоянно приезжает К нам на форум Инициативных граждан И выступает В качестве Международного Эксперта Она Потому что Член международной Ассоциации Общинных центров Не просто Хороший друг Она Профессионал Своего дела Доктор наук И она Позвонила мне И сказала Наташа Вот точно такой же Форум Инициативных граждан Который вы проводите В Кирове Он проводится В Литве И она Фактически С учеными С практиками С общественной Организации Про Партнерс Которая занимается Литовскими общинами И в 16-м году Мы впервые Выехали На такой фестиваль Тогда он проходил В НИДе НИДА Интерком Мы выезжали С клубом МИР Это фольклорный коллектив Вересень Историко-культурный 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 Да Они тогда Стали победителями Артиады Артиада Это творческий фестиваль У нас в Кирове Который проводился В рамках форума Инициативных граждан Я выступала Там как раз По развитию Общин В нашем городе Развитии ТОС Клуб Калейдоскоп Центр по работе С детьми и молодежью Семьей Калейдоскоп Они представляли Практики молодежных проектов Это был очень успешный Такой опыт Мы выступали Не только на фестивале Мы выступали На днях русской культуры В Каунасе Мы получили Благодарственные письма От литовского сейма Мэра города Каунаса Мы заключили соглашение О сотрудничестве С русским центром В Каунасе И в семнадцатом году Мы не смогли поехать И мы получили приглашение От Элиуса Романовоса Это который Сейчас руководит Этими общинами И он написал Что все спрашивают Почему не приехали русские Такое приятное впечатление Оставили вы Своим пребыванием Поэтому было принято решение А не написать ли нам Вот такой проект И повторить наш вот этот тур Но уже заключить соглашение Это наш фонд Как ресурсный центр ТОС И я являюсь Вхожу в правление Общенациональной ассоциации ТОС Чтобы сегодня заключить соглашение Между нашим фондом И общественной организацией Про партнерс Это общины нашей И общины Литвы Потому что вот эта низовая дипломатия Вы не представляете Как нас принимали в Литве Как аплодировали Мы были единственные русские Из Кирова А там были Литва Латвия Эстония Грузия Вы даже ничего пока не сделали Они уже вам аплодировали Мы только вышли Объявили Россия Россия Они пропускать начали Понимаете А когда мы стали лауреатами Из 29 коллективов Понимаете То есть это была Во-первых и гордость За свою страну И как нас принимали везде Вот Поэтому Вот зародилось такое желание Что через вот эти общины Помочь нашим профессиональным дипломатам Вот Установить вот этот мир Хотя Постоянно нам задавались вопросы Почему мы хотим на них напасть Понимаете Ну вы наверное отвечали Мы не в курсе Мы не можем отвечать За наших официальных представителей Нет Мы отвечали только одно У нас есть замечательная песня Я могу ее исполнить Хотят ли русские войны Понимаете Вот Поэтому Мы говорили Что мы как послы мира Мы не встревали в большую политику Мы говорили Что мы послы мира Мы привезли вам Тепло Русских сердец Мы привезли наши таланты Мы привезли нашу науку Мы готовы поделиться Готовы вас принимать у нас Поэтому Если Бог даст На следующий год У нас будет Десятый форум Инициативных граждан Может быть Нам тоже удастся Выиграть очередной грант И сделать международный форум И пригласить наших партнеров Из Польши Из Белоруссии Из Литвы И вот этот обмен практиками Он всегда обогащает И он делает людей добрее И ведь Представляете Если там вверху На определенном уровне Ведутся переговоры А община Это широкий спектр Когда мы создаем Вот тот позитивный образ Своей страны И город Киров Теперь знает Вы знаете Мы даже приготовили нынче Как мы представим наш город Например Перед нашим выступлением Будет маленькая такая викторина А вот угадайте Где находится город Киров Подмосковье Дальний Восток Или Кавказ северный Какой-нибудь Нет Или Волговятский регион Ну так это Чтобы это самое подтолкнуть Какая река Волга Вятка Там Например Днепр Елена Да Понимаете И люди будут знать Где находится такой город Киров Вот такой маленький задел Мы сейчас готовим Очень Такую большую Сувенирную продукцию Чтобы это было И наш город И отражало Взаимодействие Наших двух стран Поэтому я думаю Что И там уже люди Сейчас готовятся Мы ведем интенсивную переписку С ними Созваниваемся Вчера буквально Я получила От профессора Сайориса Нефоса Это Вильнюсский университет Который Как раз Специалист по общинам А вот Он поздравил нас То что мы выиграли грант И написал До встречи в Паланге Очень рад Причем на русском языке Все пишет Без ошибок Без ошибок Напомните еще раз Когда планируется Это 10-12 октября Октября Да 10-12 октября И поэтому Вот те практики Которые мы Обобщим мини-грантов Нам будет Что рассказать Литовским общинам Потому что У них То что за деньги Это понятно У них тоже нет денег Когда говорим Но это не радует Я понимаю Но когда мы говорим О том что по ПМИ Это как-то Ну там у вас есть деньги Поэтому вы можете А когда мы можем Им показать технологии Которые будут использовать Ресурсы самой общины Вот это для них Тоже очень важно Потому что Вот очень многие Сегодня эмигрируют Из страны И нет рабочих мест И общины Как раз и запросили нас Выступить по той теме Как можно Активизировать Саму общину Вот используя Тот ресурс Партнеров Которые есть Поэтому я думаю Что нам будет Чем поделиться С нашими литовскими Партнерами Вы надеетесь Что они перенимут Наш опыт Кировский Действительно Им воспользуются Или У меня просто Как-то создалось Впечатление Что вот Как только русские Появляются Все Начинаются овации Ой здорово Россия Very big А потом выдохнули Когда уехали Нет А я скажу Почему я надеюсь Потому что в рамках Нашего проекта Это еще разработка Совместных международных акций То есть например Мы и Литва В один день Проводим день с соседей А потом мы Друг другу Передаем привет Что сделали вы А что сделали мы То есть конкретный отсчет Конечно То есть у нас И в проекте Предусмотрена Разработка Нескольких международных акций Да У нас разработка Такая Международный день друзей Помните раньше были Клубы интернациональной дружбы Поэтому сегодня дано задание И творческим коллективам И учреждениям Которые поедут И газете Найти партнеров И уже весь год Вести вот этот диалог Партнерский Да После нашего отъезда Вы абсолютно правы Мы не должны приехать Выступить Владу Шипаклополе Мы уехали Вот этот проект Нацелен на Долгоиграющие Такие связи На то что Вот у нас будут продолжаться Совместные акции Что наша молодежь Будет переписываться Обмениваться Наши общины Будут обмениваться Может быть Это будут стажировки Вот в наших странах Да Где мы можем принимать И показывать Как работаем мы Как работают они Ну и самое главное Чтобы какие-то идеи Этого же банка Времени Какую-то акцию Мы закидываем Особенно Международный день мира 21 сентября Понимаете Уже мы Можем говорить о том Что давайте Какую-то акцию Мы проведем И вот общины Литвы Общины России Вот мы поддерживаем Это могут быть эссе Вот Польша проводит Замечательный Международный Литературный фестиваль Полминутки у нас Мир без войны насилия Поэтому мы хотим Предложить литовцам Тоже поучаствовать В этом конкурсе международном Мир без войны насилия На этом завершается Время нашей беседы Спасибо большое Наталья Катаева Президент фонда Вятская соборность До новых встреч Спасибо Успехов До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM